Спасибо большое. Нам уже 6 лет в этом году, поэтому мы уже немного подросли. Фонд помогает взрослым больным раком крови. Надо сказать, что до сих пор помощь взрослым в нашей стране – это очень непопулярная тема или не очень популярная тема. Поэтому нам до сих пор приходится объяснять, что взрослые так же уязвимы, как и дети. Что просить о помощи не стыдно, потому что это тоже у нас такие стигмы, особенно для мужчин российских, что стыдно просить о помощи. И до сих пор у нас в головах считается, что в обществе, я имею в виду, что взрослый человек, заболевший раком, может помочь себе сам. А если он не может помочь себе сам, то, соответственно, значит, он неудачник. Ну и что с ним? Второй момент, что считается, что человек, заболевший раком, либо вел себя как-то неправильно или неправильно, это настигла его кара, и пусть он сам себе как-то там помогает. Это такие стигмы, с которыми приходится бороться. У нас даже есть программа благотворительная, борьба с канцероходами, потому что пока мы это у себя из головы не уберем, нам будет очень сложно работать, вообще надо от этого избавляться. Вообще онкогематология – это самая затратная часть онкологии. С одной стороны, онкогематология находится на пике науки, с другой стороны, это всё очень дорого, это эффективно, но очень дорого. И средний чек, в кавычках, на одного пациента, средние затраты фонда на одного подопечного составляют 800 тысяч рублей. Это большие суммы, это связано с тем, что заготовка трансплантата костного мозга до сих пор не входит в квоту, не оплачивается государством. Если донор не находится в российском регистре, неродственный донор, то заготовка трансплантата неродственного от зарубежных доноров составляет от миллиона рублей. Это огромные суммы, это неподъемные суммы, поэтому это всё очень тяжело. Ну и в-третьих, конечно, никто не любит негативный контент, трагический. И очень показательный пример, который случился у нас в апреле прошлого года с ресурсом Яндекс.Дзен, который просто заблокировал все публикации фонда на этом ресурсе. Если у нас до этого было порядка до миллиона просмотров, некоторые публикации набирали, а эти публикации пишут нам лучшие журналисты российские, начиная от Валерия Памешкина, и, соответственно, там нет ужасных кадров с больными людьми. Это обычные фанграйзинговые публикации, которые собирают через историю пациента с красивыми, позитивными фотографиями в шапочках фонда «Красная шапка против ликоза. Самое время жить». Так вот, после блокировки у нас выдача понизилась сразу до нескольких десятков просмотров. И, в принципе, если бы мы не начали об этом говорить, вообще история закончилась хорошо. Мы выступили здесь и инициатором, мы создали инфоповод, после этого подключились и такие дела. МБХ Медиа, которых тоже блокировал Яндекс.Дзен, Медиазона, и вышло даже после этого много публикаций. Ну, соответственно, как говорил тогда Яндекс.Дзен, никто не хочет, чтобы пользователи канала спекулировали вниманием читателей и публиковали такие посты о трагедиях, и не все хотят видеть такой контент. Поэтому это еще раз пример о том, как тяжело приходится работать со СМИ. С одной стороны, да, сейчас за последние 4-5 даже, наверное, лет количество публикаций о благотворительности становится все больше. С другой стороны, чтобы получить такие публикации, приходится прилагать очень много усилий, и я расскажу об этом чуть позже. Ну и вот, опять же, позитивный бренд и рак, как это возможно. Ну, прописывая 6 лет назад стратегию развития фонда, мы решили, что мы не будем стоять с протянутой рукой, что мы будем позиционировать себя в позитивном ключе. И наш слоган «Самое время жить» — он как раз говорит об этом. Вот на картинке вы видите наших героев. Это слева Ренат Каримов, как его называют. Он написал книгу «Как я надрал раку задницу». Как же его называют? Забыла, простите. Ну, в общем, он сейчас является у нас самым главным блогером в СИА-Руси, который борется с раком. Дальше Алина Суворова, наша бывшая подопечная, которая стала волонтером. В центре это Маша Самсоненко, которая бывшая пациентка и учредитель фонда. И блогер Алексей Лихарев. Поэтому история побед, как главный акцент коммуникации с аудиторией, стоит у нас на первом месте. Кроме того, это всё подаётся через личные истории. Вот как раз через личные истории, например, этих героев. Также и пациентов, и их родственников. Потому что родственники тоже являются полноценными героями вот этой истории. Потому что когда человек заболевает лейкозом, а лечение от лейкоза очень длительное, может занимать год и выше. Поэтому кто-то из близких всегда присутствует рядом, укаживает за пациентом. Ну, это вообще тяжёлая история для всей семьи. Потому что один из родственников полностью решается работа на достаточно длительный срок. Это история и благотворителей, и волонтёров фонда, и команды фонда тоже. То есть стори-теллинг через истории живых людей. Так вот, возвращаясь опять 6 лет назад, слоган «Самое время жить» и символ нашего фонда, уже сейчас, да, символ нашего фонда «Красная шапка против лейкоза». В 2015 году мы думали, как нам рассказать о фонде, причём о фонде, который занимается взрослыми, больным раком крови. Мы запустили акцию «Красная шапка против лейкоза». Красная, потому что кровь, шапочка, потому что в процессе химиотерапии люди теряют волосы, стесняются этого, они мёрзнут. И сначала мы сделали такие шапочки для наших подопечных. А потом подумали, что вообще-то мы сами можем надеть эти шапочки, таким образом поддержать тех, кто сейчас проходит лечение от рака крови, их родственников, да и врачей тоже. Соответственно, в сентябре 2015 года через эту акцию мы собрали наш первый миллион микропожертвований физических лиц. Нас поддержало более 300 известных людей. Вот вы здесь видите на картинке Чулпан Хаматову и Ирину Горбачёву. Мы подключили вообще всех, до кого мы могли дотянуться, чтобы повысить охват аудитории. То есть от поклонников Наташи Королёвой до Тодоровского или Андрея Макаревича. То есть до всех, до всех, до всех, кого мы могли дотянуться. И измеряя потом результаты этой акции, мы увидели, что она прошлась действительно от Калининграда до Владивостока и вывалилась даже за пределы страны. То есть это были и бывшие Советские республики, и даже Англия, Франция. И сейчас до сих пор акция действует, и наши подопечные следят за ней. И красная шапочка никуда не делась, стала только символом нашего фонда. Вот Кристина Асмаса, наша шапочка. Дальше мы ввели в российский календарь, и до сих пор популяризируем его, Всемирный день борьбы с лейхозом, 24 сентября. И три года назад мы запустили акцию, которая длится целый месяц. Красный сентябрь мы назвали. Это хороший импоповод для того, чтобы заходить в различные СМИ, ресурсы. Плюс еще это и повод подключить наших партнеров. Чаще всего это малый и средний бизнес. И эта акция, она показывает, что помогать легко. Ну вот, например, на картинке вы видите на слайде 2016, по-моему, год, когда на матч «Спартак-Уфа» футболисты «Спартака» вышли на поле в наших красных шапках, чтобы поддержать наших пациентов. Например, компания «Объект-кафе» создала специальное красное меню, стоимость которого перечислялась в фонд борьбы с лейхимией. То есть это большая партнерская акция, позволяющая привлекать партнеров и при этом заходить в СМИ с темпоповодами и рассказами о проблематике фонда. Кроме того, мы запустили и серию «Рок против лейкоза», поскольку у нас как-то исторически сложилось, но это от красной шапки, партнерство со всеми рокерами, поэтому мы четыре года подряд в этом году не получилось. По понятным причинам являемся партнерами фестиваля «Нашествие», еще много других рок-фестивалей. Поэтому, вот казалось бы, да, люди, приезжающие со всей страны, приезжающие вообще-то развлечься, послушать песни и просто веселиться и тусить, они откликаются на нашу акцию и очень поддерживают. Это очень здорово видеть, особенно когда на второй, на третий год приезжаешь, и люди из Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска подходят и говорят, да-да, мы вас знаем, у меня есть уже красная шапка, я вас поддержу сейчас еще. Ну, вот здесь как раз небольшая статистика по поводу фестивалей. Ну, и возвращаясь к особенностям работы со СПИ. Вот здесь часть партнеров, которые поддерживают нас. Что здесь хотелось бы сказать? Я уже говорила, что с одной стороны стали писать больше, с другой стороны тяжело. Почему? Например, первоначально, ну, и до сих пор у нас основные партнеры, основные, вернее, основной поток фандрайзинговых публикаций идет после публикации на «Эхо Москвы» и снова. Но со временем мы уже видим усталость аудитории, поэтому мы ищем и другие площадки для наших публикаций. Вот здесь мне хотелось бы обратить внимание на «Космополитен», потому что это работа с молодежью. Это молодые девочки, 13-летние, у которых сейчас, ну, и нет денег, и фандрайзинговый поток, даже не поток, ручеек очень маленький. Но это задел на будущее. Мы понимаем, что эти девочки, которые сейчас читают «Космо», «Космо», они вырастут, и у них уже будет заложено, что помогать это правильно, это понятно. И как раз много историй побед, особенно хорошо откликаются как раз их ровесницы, там, 18-19-летние девочки, которые победили «Лейкоз». Что здесь ещё хотелось бы сказать? Приходится всегда заходить… Приходится заходить со своим материалом, то есть придумывать контент, по сути, придумывать материал в зависимости от формата СМИ. Это сложно, ну, это тяжело, но мы понимаем, что это по-другому мы пока никак не можем. Например, вот из последнего на «Медузе», когда поменялось правительство, мы предложили сделать публикацию, разговоры, ну, задать вопросы директорам благотворительных фондов, если бы я был, стал, да, министром здравоохранения. То есть я к чему это говорю, что приходится всегда подстраиваться под форматы, приходится предлагать темы, и приходится зачастую даже и продюсировать материалы и публикации, особенно видео. Ну, пока мы находимся в таких условиях, но я думаю, что это всё равно шаги в правильном направлении, потому что, ну, этим мы готовим и аудиторию, и, наверное, СМИ тоже как-то перестроятся. То, опять же, подача материала через историю и побед или через реализацию мечты. Вот, например, таких не берут в космонавты, да, на «Комсомольской правде». То есть мы придумываем даже под какие-то, ну, государственные праздники. Это была публикация к Дню космонавтики. Подслушано в больнице. О чём говорят люди, больные лейкозом? Была публикация на афише. Дальше, как мы выходили на Арзамас? Мы запустили проект «История крови». Ну, это тоже уникальный контент, его посмотрело очень много народу. Ну, это тоже, это новая площадка, да, и даже неформатная немного площадка, но, тем не менее, мы смогли попасть туда. Да, марафоны на дожде, которые у нас стали практически уже, ну, традиционными. К 8 марта, например, как женщины, вот, как у женщины в России болеть раком. Или, там, как болеют мужчины. К 23 февраля в этом году мы делали такой же марафон. В этом году мы запустили, к 4 февраля, в Всемирный день борьбы с раком, запустили наши подкасты, медкаст. Сейчас они размещены на Cloud Sound, они размещены на Яндекс.Музыке, Яндекс.Подкасты, и сейчас размещены на Литрес, тоже их можно посмотреть. Казалось бы, это тоже, кто будет слушать подкасты про рак, но, тем не менее, очень много скачетований. И, ну, если говорить про темы, то наибольшей популярностью пользуются там подкасты, например, про беременность, лейкоз, про химиотерапию. В подкастах участвуют ведущие, самые лучшие специалисты, нутрициологи, гематологи, онкогематологи, онкологи, репродуктологи России и Израиля, и они пользуются популярностью. Так, ну вот по поводу особенностей сторителлинга я уже говорила, что это всегда подача через личную историю пациента. Пока это работает, но уже тоже, мне кажется, что нужно менять формат, потому что, ну, сторителлинг, да, он уже, ну, в том, эти особенности сторителлинга, которые, ну, были запущены там еще 10 лет назад, ну, наверное, уже все немного устали от такой подачи, поэтому сейчас у нас в планах думать о том, как это переформатировать, как это подавать по-другому. Что касается оффлайн-мероприятий, это, конечно, прошлый год, но вот вы видите на картинке режиссера и сценариста Микаила Аидова и онколога Бадму Башенкаеву. В прошлом году мы активно делали оффлайновые мероприятия, как раз привлекая, уходя от слова, кстати, благотворительные, привлекая опинион лидеров, вокруг которых потом начинает закручиваться новая воронка, да, которые начинают привлекать к себе новых и новых последователей. И это вот как раз то, о чем говорила Ирина Емешенина до этого. Ну и вот закрытые ивенты для друзей-друзей. Например, это вот фотография с вечеринки Игоря Виталя. Что еще сделали мы? Самое время говорить. Это были паблик-токи на злобу дня. Сейчас это все, конечно, переходит в онлайн-форматы, но в прошлом году это можно было делать и оффлайн. Например, феминизм или маскулизм, кто здесь жертва. Мы приглашали и Залину Маршалкулову, и Арину Колину, и в противовес им главного редактора журнала Максима Александра Маленкова, и говорили об острых темах. Ну и, соответственно, дальше мы еще говорили и про мужчин тоже. Поэтому, да, это трудно, это сложно, но тем не менее это возможно. И я думаю, что вот этими действиями мы каким-то образом раскачиваем лодку и в части того, как поменять немножко в головах у нас, у всех, в части того, что взрослым нужно и можно помогать, и что это не трагический контент. И вот эта история про уязвимость взрослых, мне всегда хочется к ней возвращаться, потому что, опять же, у нас считается, что взрослым может поймать себе сам. Но мы, правда, очень уязвимы, потому что взрослые — это мы, да, мы. И то, что делает сейчас он, то, что делает сейчас СМИ, это как раз история про изменение пространства вокруг. Вот, наверное, всё у меня. Продолжение следует...